Привет! Меня зовут Ира, и вы на моем канале о русском по-русски. Сегодня будет видео «Вопросы и ответы», которое я почему-то давно не снимала, но я знаю, что вы очень любите такой формат видео, поэтому сегодня я решила его записать. Извините, это мой телефон, и это мои студенты, которые пишут мне разные вопросы. Сегодня все утро, и я сегодня перед этим снимала для вас другое видео, и мне приходилось постоянно смотреть на мои часы и отвечать на вопросы студентов. Я думаю, что вы, наверное, уже увидели, что у меня появилась татуировка, и люди реагируют на это по-разному. Кто-то говорит, что это красиво, кому-то это не очень нравится. Я считаю, что все свободно высказывают свое мнение. Мне нравится, поэтому я это сделала, и я считаю, что каждый человек может делать со своим телом и с собой все, что он захочет. Поэтому я готова увидеть под этим видео много комментариев о том, что мне не идет татуировка, или что мне идет татуировка. И вы можете высказывать свое мнение, но я останусь при своем. Мне нравится, я давно хотела, это была моя маленькая мечта. Я это сделала, и я не жалею, что я это сделала. И да, может быть, в старости это будет выглядеть не очень красиво, но и я в старости тоже буду выглядеть не очень красиво. Поэтому надеюсь, что очень плохих комментариев вы мне не напишете, но вы свободно высказывать свое мнение, поэтому я готова к любым комментариям, которые я уже получила в Инстаграме. Многие люди писали мне, что им нравится, что не нравится, но я остаюсь при своем мнении, так что вы теперь будете ее тоже видеть в моих видео. Итак, ну что, давайте начнем. Буду читать вопросы и отвечать на них. Первый вопрос. Спасибо за еще одно крутое видео. Я изучаю русский язык самостоятельно, и ваши видео всегда помогают мне практиковать понимание на слух. У меня тоже есть вопрос. Ну, вот здесь тоже или также. Можно два варианта. Какого русского певца вы любите слушать больше всего? Я уже отвечала на этот вопрос и говорила, что моя любимая русская группа это группа Сплин. Это не певец, группа, но одного певца я не могу, к сожалению, назвать. Поэтому группа Сплин моя любимая. Советую вам тоже послушать их песни. У них очень глубокий смысл песен всегда, что мне особенно нравится. Следующий вопрос. Спасибо за видео. Объясните, пожалуйста, разницу между словами вот-то и вон-но. Ой, это на самом деле очень легко. Когда я говорю о чем-то, что я вижу близко, я говорю вот камера, вот телефон, вот цветок растения. Когда я говорю о чем-то, что я вижу далеко, я использую вон. Вон лес, вон большой дом, вон магазин. И все. Вот, когда говорим о том, что близко, вон, когда говорим о том, что далеко. Это вся разница. Надеюсь, теперь понятно. Следующий вопрос. Привет, Ира! Вы когда-нибудь были во Вьетнаме? Нет, к сожалению, но я хотела поехать во Вьетнам в позапрошлом году, когда я была в Таиланде. Я выбирала между Таиландом и Вьетнамом. Но, по-моему, или билеты были более дешевые в Таиланд, или я просто решила поехать в Таиланд, я не помню. Но почему-то я выбрала Таиланд и решила, что во Вьетнам поеду в следующий раз. В моей стране очень любят русских. Да, я об этом слышала. У меня вопрос. Вы когда-нибудь учили вьетнамских студентов? Да, у меня было очень много вьетнамских студентов, особенно студентов, которые учились на подготовительном факультете. Как вы чувствуете себя с вьетнамцами? Я не очень поняла ваш последний вопрос. И если я неправильно его поняла, исправьте меня, пожалуйста. Я очень комфортно чувствую себя в аудитории с вьетнамскими студентами, но на самом деле я комфортно чувствую себя в аудитории с любыми студентами. У меня никогда не было проблем, что я боялась студентов, или мне было страшно в аудитории. Нет. Вьетнамцы очень милые люди, на мой взгляд, и мне очень нравится, как они рассказывают о своей культуре. Мне кажется, что все вьетнамцы влюблены в свою культуру и очень любят о ней говорить. Напишите, пожалуйста, как вам кажется, это правда или нет? Спасибо за вопрос. Следующий вопрос. Привет, Ира. Я очень тебя люблю. Я из Египта. Что вы знаете о Египте? Мне кажется, что единственное, что я знаю о Египте, там жарко и там есть пирамиды. Ну и, наверное, еще верблюды. Дело в том, что я в детстве думала, что Египет это будет первая страна, куда я поеду. Потому что в то время, когда я училась в школе, путешествия в Египет среди русских были очень популярны. И многие мои друзья ездили в Египет. И я думала, что когда я смогу поехать за границу, наверное, я тоже поеду в Египет. Но как-то так получилось, что в Египте я до сих пор не была. И надеюсь, что все-таки побываю там однажды. Но мои знания о Египте, как вы видите, не очень широкие. Вы, наверное, слышите странные звуки, как будто что-то падает. Это падает снег с крыши дома. Дело в том, что в Москве уже началась настоящая зима, и у нас лежит снег. И лишний снег с домов падает вниз. Он бьется о подоконнике, и вы слышите такой неприятный звук удара. Следующий вопрос. Привет! У меня к вам вопрос, Ирина. Какая разница между словами сесть, сидеть, сядьте, садитесь, сядь? Или же когда употребляете эти слова? Какие еще формы есть? В общем, все формы, которые связаны с этими словами. По-моему, не смогла объяснить, но думаю, что вы поняли. У меня есть видео на канале о глаголах ставить, поставить, стоять, класть, положить, лежать, вешать, повесить, висеть. И я советую вам просто посмотреть это видео, и логика для глагола садиться, сесть, сидеть будет точно такая же. Вот представьте, что это человек. Садиться, сесть, сидеть. Садиться это процесс. Сесть результат. Сидеть состояние. И вот здесь я напишу тогда для вас формы этого глагола, чтобы вы смогли их запомнить. Но первое, что нужно понять, это логику, когда мы их используем. Да, это садиться, сесть, сидеть. И это все. Посмотрите видео, я оставлю его для вас здесь или здесь. Просто перенесите эту логику на глагол садиться, сесть, сидеть. Или на глагол ложиться, лечь, лежать. Логика будет одинаковая. Ой, извините, у меня небольшой насморк, потому что на улице стало холодно, и я всегда начинаю немного болеть, когда наступает зима. Следующий вопрос. Поздравляю с вашей наградой. Видимо, этот вопрос задали очень давно, потому что, если вы не знаете, я недавно получила кнопку от YouTube. Это серебряная кнопка. YouTube так поздравил меня со ста тысячами подписчиков. Я покажу здесь фотографию с кнопкой. Ваше видео, как всегда, интересное. У вас есть девиз по жизни? Что вас мотивирует? Спасибо заранее. Я думаю, что мы начнем с девиза. Да, у меня, наверное, есть девиз по жизни, и мой девиз, почему бы и нет. Я считаю, что в жизни нужно попробовать все, что ты хочешь попробовать, и не нужно думать о том, что на это скажут другие. Если я хочу сделать татуировку, я могу ее сделать, почему бы и нет. Никто не может мне это запретить, и я никому не должна объяснять, почему я это сделала. Если я хочу сейчас купить себе очень дорогие брюки, почему бы и нет. Если я могу это сейчас сделать, я не должна никому объяснять, почему я купила дорогие брюки, а не дешевые. Я считаю, что по жизни человек должен идти только так, как он хочет. А что касается моей мотивации, я бы сказала, что меня мотивирует все, что я вижу вокруг, но в первую очередь это люди, и это интересные люди, которые могут создать что-то новое. Меня очень мотивируют новые интересные проекты. Мне также нравится просто, например, узнавать, что мои друзья что-то сделали классное, и я очень горжусь ими, и в этот момент мне также хочется тоже что-то делать, чтобы быть с моими друзьями наравне, чтобы мне тоже было чем поделиться. Потому что если я ничего не буду делать, то мне кажется, я просто стану неинтересным человеком, и мне не с кем будет общаться, и никто вообще не захочет со мной разговаривать. Поэтому главная моя мотивация – люди, и, наверное, тот результат, который я получаю, когда я что-то делаю. Ну, мне всегда очень сложно отвечать на вопросы про мотивацию, про девизы, потому что мне кажется, что в разные периоды жизни у меня разные девизы и, наверное, разная мотивация. Но меня часто спрашивают, как я успеваю много делать. Я не считаю, что я успеваю много делать, потому что бывает так, что я ленюсь, или мне просто не хочется что-то делать, потому что мне не нравится эта деятельность, но это надо сделать. И в такие моменты я просто повторяю в себе, что если я это не сделаю, никто другой за меня это не сделает. Не бывает такого, что кто-то приходит и говорит, Ира, а давай ты отдохнешь, а я сделаю это за тебя. Ну, если это не касается каких-то домашних дел, которые может сделать мой молодой человек. Если это касается только тех дел, которые могу сделать я, моей работы или моей учебы, то если я не сделаю, никто не сделает. Поэтому есть у меня мотивация, нет у меня мотивации, это надо делать. Так что каждый, наверное, ищет мотивацию в себе. И я тоже стараюсь ее в первую очередь искать в себе, а потом уже, наверное, в других людях, которые меня как-то вдохновляют. И я помню, там оставался последний вопрос. Здравствуйте, Ира. Спасибо за полезное видео. Пожалуйста. На улице приятная погода, не холодно и не жарко. Чего я не могу сейчас сказать о погоде в Москве. Там у меня окно, и я смотрю на снег, ветер, и знаю, что там минус 5 градусов, и очень не хочется тут идти. Ну, я рада, что в некоторых странах сейчас прекрасная погода. Счастлив тот человек, у которого есть родители, любимые, родные и близкие люди. Абсолютно согласна. Многие говорят, что все хорошо, если у тебя есть деньги. Но думаю, что деньги не решают все проблемы. Как вы думаете? Ох, какой сложный вопрос. Вообще все, что касается финансовой стороны нашей жизни, это всегда очень сложно. Я и согласна, и не согласна с этой точкой зрения. Я думаю, что деньги действительно не решают все проблемы. Но есть такие проблемы, которые способны решить в нашем мире только деньги, к сожалению. Я не буду сейчас приводить какие-то примеры подобных ситуаций, но я уверена, что вы понимаете, о чем я говорю. Деньги дают нам больше свободы. Деньги дают нам возможность путешествовать. Деньги дают нам возможность получать образование. Да, его можно получить и бесплатно тоже, но не все. Деньги также дают нам возможность окружать себя теми вещами, которые вам нужны для комфортного существования. И я не говорю обязательно о каких-то дорогих вещах, но даже на недорогие вещи все равно нужны деньги. Поэтому я и согласна с этим, и не согласна. Надеюсь, что я ответила на ваш вопрос. Вопросов было сегодня немного, потому что на часть вопросов я предпочитаю отвечать в комментариях, потому что понимаю, что это может быть интересно, например, не всем. И я предлагаю вам под этим видео задать мне вопросы, которые появились у вас с последнего видео «Вопросы и ответы». И я решила, что я даже буду отвечать на те вопросы, на которые я уже отвечала. Ну, потому что я понимаю, что кто-то не будет смотреть 10 частей моих видео «Вопросы и ответы», чтобы найти ответ на какой-то один вопрос, на который я уже когда-то отвечала. Поэтому задавайте вопросы, которые вас интересуют, и я обязательно отвечу на них в следующем видео «Вопросы и ответы». Спасибо, что вы посмотрели это видео. Напишите мне внизу, все еще нравится вам такой формат видео или уже нет. Мне будет интересно узнать, и может быть, я придумаю что-то другое, что будет вам более интересно. Желаю вам удачи, и увидимся, как всегда, в понедельник в 9 часов утра в новом видео о русском языке. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok